В эфире новости на губернии 33. В студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О самых главных новостях уходящего дня расскажу вам я и мои коллеги. Все подробности далее в программе. Новый рекорд по заболеваемости. За минувшие сутки у Владимирской области выявили 108 зараженных коронавирусом. Это на один случай больше, чем максимум, который зарегистрировали два дня назад. Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 увеличилось до 10 234 человек. Новые зараженные выявлены в 16 муниципалитетах. Больше всего во Владимире 19 заболевших. По 10 новых случаев в Муромском и Ковровском районах, 9 в Петушинском, 8 в Визняковском. По 7 новых пациентов с COVID-19 в Гусь-Хрустальном, Александровском и Юрьевпольском районах. По 6 в Кольчугинском и Городе Радужном. По 5 в Камешковском и Судельском районах. 4 в Гороховецком. 3 в Собинском. По одному новому случаю в Меленковском и Сильвановском районах. За последние сутки от коронавируса в регионе выздоровели 116 человек и четверо скончались. 50 миллионов рублей выделили из федерального бюджета для Владимирской области. На эти деньги регион закупит оборудование для палат интенсивной терапии, монитора слежения и аппарата ЭВЛ. Часть денег направят на оплату такси для медработников, чтобы врачи не добирались до пациентов пешком или на общественном транспорте. 20 автомобилей, выделенных областной администрацией, недостаточно, чтобы охватить всех больных. Чтобы не допускать роста заболеваемости в департаменте здравоохранения, жители региона просят соблюдать масочный режим. Особенно при общении с пожилыми родственниками. По словам главы облздрава, у пациентов в возрасте от 80 и более лет заболевание протекает крайне тяжело. Если в силу обстоятельств вы приходите к своим пожилым родственникам, помогая им, приносите продукты питания, помогаете им в приготовлении пищи или в уборке, находясь с ними в одной квартире, находитесь, пожалуйста, в маске и предлагаете этому пожилому родственнику надеть маску. Тоже они устали сидеть дома, они хотят выйти на улицу. Но проявите максимум терпения, максимум таланта для того, чтобы убедить их остаться дома. На железнодорожном вокзале во Владимире сегодня прошел рейд по соблюдению масочного режима. Раз в неделю такие проверки устраивают сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они отмечают, что в последнее время пассажиры железнодорожного вокзала стали более сознательными. Они используют средства индивидуальной защиты, но нарушители все еще встречаются. Подробнее расскажет Екатерина Старикова. На входе в ЖД-вокзал пассажиров без масок просят надеть средства индивидуальной защиты и предупреждают, что в здании необходимо соблюдать социальную дистанцию. Многие относятся к этим правилам с пониманием. В редких случаях полицейские составляют административные протоколы. Несмотря на штрафы до 40 тысяч рублей, некоторые пассажиры категорически отказываются надевать средства индивидуальной защиты, ссылаясь на аллергию. Другие вообще не знают, что в регионе действует масочный режим. Это люди, приехавшие из отдаленных деревень. У них нет интернета и даже телевизора. У сотрудников полиции в обязательном порядке имеется при себе необходимый запас масок, которыми они всегда готовы, особенно с людьми старшего, всегда готовы поделиться. То есть не стоит такой задачи у сотрудников полиции всех поголовно привлечь к административной ответственности. Это здоровье людей в первую очередь. Это делается для их здоровья. До пандемии пассажиропоток в день был больше 4 тысяч человек. Во время самоизоляции их число снизилось до 500. Сейчас здесь ежедневно фиксируют около 3 тысяч пассажиров в сутки. Для их безопасности в здании вокзала дважды в месяц проходит полная дезинфекция. Каждые два часа по графику проводят санобработку. На вокзале проводится санобработка дезинфицирующими средствами контактных поверхностей. Это дверные проемы, это ручки, это поручни все, это подоконники билетных кассовых окон. Помимо этого проводится вентиляция помещений, проветривание их. На ЖД-вокзале в месяц тратят около 10 литров антисептика для обработки рук пассажиров. Сергей Солопов правилами гигиены не пренебрегает. Очень многие в его окружении переболели коронавирусом. Поэтому у мужчины в рюкзаке всегда есть запас масок и несколько пар перчаток. У меня здесь под Владимиром дом. Вот я мотаюсь в Московскую область, сюда, в деревню, обратно. Месяц, наверное, раз по 15, по 10. Раз мотаюсь и бегаю, значит, надо себя беречь, чтобы не заразить близких. Во время этого рейда нарушителей было немного. Люди понимают, именно от них зависит ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе. Екатерина Старикова, Егор Герасимов, Губерния, 33. И к другим новостям. Уровень безработицы в Владимирской области за октябрь снизился на 0,3%. Об этом сообщил директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев. При этом на учете в центрах занятости по-прежнему состоят около 30 тысяч жителей. Уровень безработицы в ноябре составил ровно 4%. Пособие сейчас получают почти 12 тысяч жителей региона. Около 40% из них, как утверждает директор профильного департамента, находятся вне зоны достигаемости, так как сделали себе левые электронные адреса. У меня большая просьба гражданам, которые до сих пор находятся вне зоны нашего общения, пожалуйста, активируйтесь, посмотрите свои почты, потому что всем вам направляются уведомления и направления на трудоустройство, на разные виды работ. Поэтому просьба всех откликнуться в те центры занятости, где вы стоите на учете. В исключительном случае за длительную неявку, сейчас выйдет постановление правительства с изменением, мы будем снимать с учета. Чистая вода в подарок к Новому году. В Юрьев-Польском завершается реконструкция водозабора. Городская станция не ремонтировалась уже 20 лет, и качество водопроводной воды – больной вопрос для жителей города. Подробнее в нашем следующем материале. Не постирать, не еду приготовить. Наталья Дмитриева мучается с местной водой уже не один десяток лет. Сегодня она прозрачная. Еще вчера из крана текла мутная жидкость коричневого цвета. Находишь чистую воду, включаешь, но, оказывается, стекает грязь. Ты захочешь сготовить еду, тебе надо что-то добавить, суп, но воды вот этой нет. Поэтому у нас постоянно канистра с водой. Для пенсионера это крайне неудобно. Водопроводная вода в дома жителей поступает из подземных источников, и показатели железа в ней превышены больше, чем в три раза. Реконструировать водозабор планировали еще 10 лет назад, но осуществить работу удалось только благодаря участию в национальном проекте экологии и федеральной программе «Чистая вода». Сейчас у подрядчик уже максимально прикладывают все усилия. 84% у нас в выполнении составляет по этому объекту. И, в принципе, нет опасений, что у нас в декабре будет вод произведен, и жители уже получат качественную услугу. В реконструированных зданиях установят новые насосы, трубопроводы и запорную арматуру. Но самое главное – теперь в Юрьевпольском есть станция очистки. Такую воду после обработки можно будет пить из-под крана. Она будет соответствовать всем нормативам. В рамках реализации проекта подразумевалось устройство станции обезжелезивания воды с технологией озонирования. Ремонт и очистка санации двух резервуаров чистой воды, каждый по тысяче кубических метров. Замена внутриплощадочных сетей. Для дезинфекции на водозаборе предусмотрены ультрафиолетовые установки. А чтобы жители не остались без воды при аварии на электросетях, здесь поставят новый дизель-генератор. Многоквартирный благоустроенный жилой фонд занимает сейчас большую часть жилого фонда в целом. И решение этой проблемы, я думаю, оно коснется всех. У меня, естественно, предвкушение огромного праздника, что это все получится. Помимо Юрия Впольского, реконструкция водозаборов проходит в Лакинске и деревне Никулино Гусрустального района. Всего на реализацию проекта «Чистая вода» в этом году в регионе выделено 120 миллионов рублей. Следующим финансирование увеличат более чем в два раза. В проекте примут участие четыре поселения в Меленковском районе, а также Киржач, Муром и Гороховец. Ольга Эльфимова, Татьяна Гордеева, Григорий Кошкин, Олег Маньков. Губерния 33. В другом районном центре, Гусь-Хрустальном, в этом году обновили сразу два общественных пространства благодаря национальному проекту. Площадки для благоустройства выбирали сами жители города. Подробности далее. Брусчатка, зона отдыха и доступный Wi-Fi. Так сегодня выглядит сквер на центральной улице Гусь-Хрустального. Еще два года назад картина была плачевной. Старые деревья, сорняки и горы щебенки. Благоустраивать пустырь начали члены местной организации воинов-интернационалистов. Позже общественников поддержали и в мэрии. Внесли благоустройство сквера в нацпроект «Жилье» и «Городская среда». Это мы называем сквер на интернациональной у православной гимназии. В прошлом году в эту территорию было вложено 8,5 миллионов. И в этом году сюда было вложено 10,7 миллиона. Ну, там 10,770. На пустыре спилили старые деревья, после чего полностью заменили грунт. Над проектом работали профессиональные ландшафтные дизайнеры. В марте этого года за продолжение работ в сквере проголосовали около 900 горожан. Благоустройство еще не закончено, но это место уже стало популярным среди гусевчан. Сюда приходят на прогулку родители с детьми, привлекают жители города и бесплатный Wi-Fi. Мы сегодня пришли сюда первый раз, нам очень понравилось. Очень удобно, все здесь хорошо. Покрытие очень хорошее, место замечательное, и храм, и школа. Очень большая благодарность руководству за то, что вот такое нам в нашем городе. Потому что у нас мало таких объектов, где можно было погулять с детьми. Детских площадок города и правда не хватает, поэтому в мэрии решили благоустроить сквер на улице Мира. Правда, по итогам онлайн-голосования проект занял лишь третье место. Но площадка представляла собой настолько плачевное зрелище, что реставрировать решили именно ее. Стоил этот проект 6,8 миллионов рублей. Сюда входят как федеральные, так и областные, так и местного бюджета деньги. Значит, он представляет собой площадку для отдыха всех категорий. Как малышей, так и людей постарше, молодых людей. Жители других микрорайонов тоже мечтают, чтобы у них построили такие же зоны отдыха, пока им приходится ездить с детьми через весь город. Ну вот такие спортивные, им очень нравятся вот эти лазилки всевозможные. Качели очень любят дети. Ну может какой-то еще бы лабиринт какой-то сделать. Не знаю, я же не дизайнер, не психолог детский, какие нужны игры. Но я думаю, что чем больше будет каких-то для них аттракционов, тем лучше. На сайте администрации города завершилось голосование по объектам, которые в Гусь-Хрустальном благоустроят в следующем году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мэрия обновит сквер у детской школы искусств. Ирина Нащарова, Евгений Волкова, Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. До 1 декабря все жители региона должны оплатить налоги на землю, имущество и транспорт. Уведомление получат 650 тысяч налогоплательщиков. Документы отправят по почте или разместят в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. На портале также можно узнать, какими льготами и налоговыми вычетами могут воспользоваться жители региона. Оплатить налоги можно разными способами. Пользователи личного кабинета могут оплатить налоги с помощью нашего интернет-сервиса, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Также можно это сделать в терминалах самообслуживания или в почтовых отделениях связи. Узнать дополнительную информацию о налогах можно лично в районных инспекциях по месту жительства. Также задать вопросы можно в электронном виде через личный кабинет, где налогоплательщиков в Владимирской области организовали бесплатную горячую линию. В случае несвоевременной уплаты налога за каждый день несвоевременного исполнения обязанности будут начисляться пени в соответствии с статьей 75-й налогового кодекса. Вместо дорожных ям и грязи ровный асфальт. В поселке Бурино Везняковского района завершили строительство новой дороги. Работу вели по просьбе жителей, которые ждали этого не один десяток лет. Подробнее в нашем материале. Это коснись и Вязников, и всех. Дороги нет, все как будто жизнь заканчивается. 1200 метров ровного асфальта. Новая дорога начинается на въезде в Бурино и проходит через весь населенный пункт. Асфальтового покрытия здесь не было никогда. В 80-е годы прошлого века дорогу смогли проложить только до начала поселка. А дороги не было. По поселку дороги не было. До остановки была, а дальше нет. Боком, боком, кто как. Объезжали все эти колдобины, все на свете. Дорога была построена в рамках государственной программы комплексной развития сельских территорий. Главная цель – повышение уровня жизни населения. На работу дорожникам отвели два месяца, но специалисты сдали объект раньше на три недели. При содействии, при участии непосредственного генерального директора нашей организации ДСУ-3, Головина Романа Витальевича, своевременно с опережением графика строительства были завезены строительные материалы и привезена строительная техника. И молодцы дорожники к своему профессиональному празднику Дню работников дорожного хозяйства уложили асфальтобетонное покрытие. При строительстве дороги были проложены водопропускные трубы из гофрированного металла. Новая технология позволяет экономить материалы и сократить сроки проведения работ. По просьбам жителей, дорожники также построили автомобильную стоянку возле магазина и асфальтировали подъезд к сельскому клубу. Кроме того, в поселке установили более 40 новых опор освещения. А сейчас вообще прелесть. Все довольно необычно для всех. Необычно, все прям глаза наверх, все удивляемся от всего. Всего на масштабный проект из бюджетов разных уровней было потрачено свыше 15 миллионов рублей. К дорожным работам привлекли около 30 человек и 20 единиц техники. Главный подрядчик – Визняковский филиал дорожно-строительного управления. Местные жители благодарны специалистам за качественно и быстро сделанную работу. Татьяна Гордеева, Андрей Беляков, Губерния, 33. Специалисты регионального управления Россельхознадзора назвали самых опасных вредителей леса. Это жуки-усачи. Насекомых обнаружили на 17 лесоперерабатывающих предприятиях области. Чтобы не допустить их распространения перед отправкой древесины заказчикам, ее проверяют эксперты. Только после получения санитарного сертификата продукция покидает пределы области. Подробнее расскажут мои коллеги. На данном дереве здесь ничего не видно. Дерево чистое, дерево свежее. Проверку древесины проводят сотрудники регионального Россельхознадзора. Они вскрывают кору и ищут под ней вредителей. Без санитарного сертификата продукция не может покинуть пределы региона и попасть в страну назначения. Сегодня проверка проходит на площадке Андреевского деревообрабатывающего комбината. У нас в области очень много предприятий по лесозаготовкам, лесоперерабатывающим промышленности. Поэтому выездов происходит от управления Россельхознадзора. Специалисты выезжают регулярно. В случае обнаружения каких-либо вредителей, весь материал будет помещен в пробирку для идентификации. И в дальнейшем уже будет направлен в лабораторию. Самые опасные вредители леса в нашем регионе – жуки-усачи. Их личинки прокладывают в стволах ходы и портят древесину. Кроме того, эти насекомые являются переносчиками опасного заболевания сосновой ствольной нематоды. Которые сильно влияют на гибель дерева. Дерево сначала прекращается в движении живицы. Потом, значит, обурение, опадение хвои. И получается полный гибель дерева. На территории России самые распространенные черно-сосновый усач, малый черно-еловый усач и большой черно-еловый усач. Жуки-усачи чаще всего поражают засохшие деревья и хорошо размножаются на загрязненных участках леса. Поэтому так важно вовремя убирать валежник. Инспекторы также советуют предприятиям, которые занимаются переработкой леса, регулярно очищать свою территорию от остатков коры, щепок и опилок. Жуки-усачи захватили уже 10 районов области. На этих территориях объявлен карантин. Специалисты Росельхознадзора обнаружили вредителей на территории 17 предприятий в сфере лесозаготовок и переработки древесины. Олег Маньков, Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. Губерния 33. Продолжаем выпуск. Социальные службы, сотрудники полиции, детские психологи периодически проводят профилактические акции в школах и детских садах. Но о безопасности своих детей должны позаботиться и родители. Периодически возникает информация и в официальной повестке, и в родительских сообществах о том, что ребенку предлагалось проехать с незнакомым человеком в машине. Ситуация с Савелием в Камешковском районе тоже оставляет много вопросов, в том числе с его пропажей. До сих пор поиски продолжаются. Мы хотели обратиться к родителям, чтобы они еще раз проговорили со своими детьми о том, что нельзя садиться в машину к постороннему человеку, даже если он представляется знакомым их родителям. Игрушки, сладости, котята. Злоумышленники могут заманить ребенка чем угодно. Часто преступники используют схему. Поехали со мной, тебя ждут мама с папой, они подготовили тебе сюрприз. В таких случаях детские психологи советуют донести до ребенка правило. Нельзя садиться в машину к чужому или малознакомому человеку ни при каких условиях. Нужно сразу же отойти подальше и позвонить родителям. Поисковики Лиза Алерт также разработали специальную памятку по безопасности. Они советуют научить детей кричать в экстренной ситуации, несмотря на то, что общество диктует другие стандарты. Детей чаще учат не кричать, а молчать. Что происходит, когда ребенок шумит? В торговом центре, в магазине, в самолете, на вокзале. Все начинают оборачиваться, шикать, делать замечания. Мама или папа начинают себя чувствовать неудобно перед чужими взрослыми людьми. Ну и зачем-то делают так, чтобы чужим взрослым было удобно. А это действительно приводит к тому, что ребенок может бояться кричать в таких экстремальных ситуациях. И мне кажется, пусть уж лучше он будет шумный и вы немножечко будете за него краснеть, но зато в экстремальной ситуации у него будет больше шансов. В следующем году у Владимира пройдет всероссийская выставка скульптуры малых форм графика. Этот масштабный проект подготовлен в партнерстве с Союзом художников России. Впервые областное отделение приняло участие в вернисаже три года назад. Тогда экспозиции были представлены сразу в трех локациях Владимира. В 2021 году площадкой станет только Центр пропаганды изобразительного искусства. Картины художников, скульпторов и графиков со всей России разместят во всех его залах. Мы приняли тогда с художниками решение, что эта выставка будет проходить во Владимире раз в три года. Эта договоренность на сегодняшний день подтверждена с Всероссийским союзом художников. Буквально на днях мы говорили с Андреем Николаевичем Ковальчуком и договорились о проведении в установленный срок в следующем году этой масштабной большой выставки, когда Владимир фактически становится центром событий на художественной карте страны. Это были все новости на сегодня. Еще больше информации в наших социальных сетях и на сайте trc33.ru. Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах и заботитесь о своих пожилых родственниках. Им необходимо оставаться дома и избегать мест массового скопления людей. А я с вами прощаюсь. Эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Роман Немов уже в студии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем будете говорить сегодня? Мы сегодня поговорим о том, как бюджетная политика Владимирской области пострадала или изменилась из-за пандемии COVID-19. У нас сегодня в гостях первый заместитель директора департамента финансовой и бюджетной налоговой политики Владимирской области Максим Васенин. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...